Доброго дня! Как всегда, мы приготовили, ну, на самом деле, хорошие подарки накануне, особенно выходных. Если есть желание куда-то сходить, если есть желание как-то время прекрасно провести, будем для вас совсем скоро разыгрывать и сертификат на посещение студии, кабинета красоты Татьяны Храмовой и также билеты в кино, в киномечту. Ну, а в первой части нашего эфира будем вас приглашать на удивительный фестиваль, который начнется вот уже 25 сентября и будет несколько дней проходить в нашем городе. Будет весело, будет шумно, будет ярко, красочно, вкусно, забавно, ну, в общем, солнце ясное, так называется этот фестиваль. Давайте будем знакомиться с теми людьми, кто сегодня об этом фестивале нам будет рассказывать. Итак, с нами здесь Елена Светаева, специалист по натуральной продукции. Здравствуйте. Мария Сапельняк, психолог, мастер в русском народном творчестве. Здравствуйте. И хореограф Елена Кожевникова. Здравствуйте. Такие разные у вас направления деятельности, ну, я так понимаю, что-то вас объединяет. Фестиваль «Солнце ясное» – очень красивое название, очень многообещающее. Что за фестиваль, как вообще решили его проводить, что там будет? Ну, вообще фестиваль, он такой неформальный. Собрались общественные организации, которые вот чтут традиции, которые понимают, что вот наши традиции – веселые, радостные, дух предков, он помогает объединиться. И чтобы наши дети, наше поколение не забыло всю историю, мы вот решили провести этот фестиваль «Солнце ясное», и называется он «Фестиваль народов Руси». Почему мы решили все объединить? Это и товары, это и обрядовые какие-то вещи, и танцы, потому что это все душа народа. И мы пригласили с разных концов России самородков, самобытных коллективов, самобытных ремесленников, которые вот чтут традиции, которые несут эти традиции в массы, и решили, чтобы наш город Самара познакомился с этими традициями, возродил эти традиции, приобщил всю семью своих детей и порадовался, отдохнул душой. И вот этот заряд, народный заряд такой, народной души мог передать своим друзьям, своим коллегам, чтобы это помогло объединиться всему русскому народу. Ну, я так понимаю, вы сегодня тоже принесли что-то свое. Ну, я представляю те коллективы, те компании, которые работают именно с живыми продуктами, которые полезны для человека в любом проявлении. Ну, прежде всего, хотелось бы сказать, известен такой дерево, как кедр и жмых из кедрового ореха, который очень полезен всем, и детям, и мужчинам, и женщинам. Всем знакомы жмых, но что это, никто не знает. Жмых – это когда берут орешек, его немножко прессуют, отжимают немного масла, и вот остаток от этого жмых, да, собирают и добавляют. Можно в еду добавлять, в каши. Чем отличается кедр? Это дерево тысячи заболеваний, или, можно сказать, тысячи выздоровлений. Он полезен и при желудочно-кишечных заболеваниях, он полезен для роста волос, кожи, он полезен для беременных, когда они кормят детей. Чудо-средства. Чудо-средства, и все знахари Сибири пользуются этим чудо-продуктом. Кроме того, можно вот такие картины у нас будут продаваться. Это прессованный кедр, кедровая как бы шелуха. Со всех сторон. Со всех сторон, да. Дело в том, что здесь вообще нет ни клея. Давайте положим, наш оператор покажет крупным планом, да, такую вот красоту. А, ни клея, здесь только, значит, кедровая шишка и смола. А что это? Это элемент декора. Это можно как элемент декора. Что-то лечебно полезное. Кроме того, это помогает оздоравливать воздух. Кроме того, кедр, он снижает всевозможные отрицательные воздействия. А трогать это можно? Да, можно потрогать, это можно нюхать, это можно прикладывать к голове. У нас будут чудо-поврики для мыши из кедропласта. То есть это оздоровление сразу. Нюхаешь, пользуешься и оздоравливаешься. Будет также натуральное масло. Я сейчас перенесла показывать. Льняное масло. Это русское масло, которое содержит больше всех витаминов. Это очень полезный продукт. И предки не только изготавливали одежду из льна, но они активно употребляли, практически жили вместе со льном. Были очень здоровыми и молодо выглядели. Вот действительно, у нас специалист по натуральной продукции. Если есть какие-то вопросы, друзья, задавайте 202-11-22. Немножечко придется нам сейчас поиграть. Мы разыгрываем сертификат в кабинет красоты Татьяны Храмовой. Мне кажется, легкий вопрос сегодня мы задали. Нужно не только назвать кадр, точнее фильм, из какого мы фильма кадр тут загадали во мной. Я думаю, еще так весело и хорошо сказать, какая фраза была произнесена во время этого вот момента. Звоните 202-11-22. Переходим к нашей следующей гости. Мастер в русском народном творчестве. Мария, как вы так вот совмещаете серьезную достаточно работу доктора человеческих душ и еще и вот такой замечательной мамой для кукол работаете. А психология сейчас есть такое направление, как этнотерапия или куклотерапия. Куклотерапию слышали, да. Она относится к большому разряду арт-терапии, потому что это все связано тоже с творчеством. Ну вот мое увлечение, так скажем, вылилось именно больше в русскую культуру, потому что сегодняшняя практика показывает, нынешние дети потеряли немножко свои корни, связь с родителями, им заменил телефон, айпэд, компьютер и так далее. А вот такое творчество, оно очень поднимает, так скажем, нашу глубину, наши корни. Я бывала на мастер-классах, где детки вот крутят этих кукол, там вообще языки вот высовывают. А сами пробовали крутить эти куклы, да? Конечно, у меня есть несколько таких. Вот, не зря же они называют скрутки или мотанки. Когда мы наматываем, да, нити судьбы и так далее, да, свою жизненную установку, так скажем, да, то, как вкладывает женщина, девочка, да, в эту куклу свое чувство, да, таким складывается ее судьба, да, вот посмотрите, допустим. Это обережное кукло еще. Это обережное, конечно, да. Все куклы являются оберегами, вот, допустим, кубышка-травница, это самый древний русский оберег. Формы какие у нее, выдающиеся. Да, да, а чем больше формы, тем считалось больше достаток в семью, в дом приносит. Это наша хозяюшка. Вот если мы пошуршим, так скажем, ее юбочкой, там душистая трава. И вот этот вот такой окуривающий эффект чистого воздуха. Таких кукол клали в колыбельку, если ребеночек, допустим, заболевал, и там, допустим, была лечебная, лекарственная трава. Либо она находилась в кухне, в комнате, да, украшая дом, очищая дом. Или вот, допустим, вот такая кулемка маленькая, да, это кукла-колокольчик. В ней маленький колокольчик. Ну, это сегодняшняя современная, да, погремушка, но из натуральных полностью материалов. Ребенок может ее и в рот взять. Хочет ее подтянуть, да, действительно. Ну, некоторые вешают и в машину, как современные, да. Конечно, такая красота. Ну, такой вот, она веселая, она кукла-колокольчик. Почему кулема? Это я ее так кулемка называла, такая кулемость. Она называется кукла-колокольчик. Кукла-колокольчик. У нас есть телефонный звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Алло, здравствуйте, меня зовут Оксана. Оксана, есть ли у вас какой-то вопрос к нашим гостям? Ну, пока нет. Ну, хорошо, смотрите эфир далее. Давайте тогда будем с вами играть в нашу киновикторину. Вам слово сейчас в красках и, как говорится, в параллям, если есть такая возможность. Расскажите, что мы видим на этом кадре. Это сказка-мородка. Так. Марфушенька-душенька. А что говорила-то Марфушенька-душенька в этот момент? Так, что вот там примерно принцесса, нет, не принцесса, а королевна. Так, ну и там далее, мамаш, ты мне брови-то замашь, наверное, самая известная фраза. Знаете такую? Да, да, да. Спасибо большое, отправляйтесь в кино, но и не забывайте о том, что мы вас всех приглашаем на фестиваль «Солнце ясное». Я думаю, там действительно будет все красиво, очень интересно, полезно, вкусно, наверное, тоже будет. Конечно. Будут тульские пряники. Тульские? Со всей России действительно, то есть даже привезут? Да, то есть будут травники, которые будут предлагать чей. То есть можно все попробовать, все потрогать. Купить что-то, да? Да, что-то купить. И действительно окунуться вот в мир русской культуры, вот именно русской. Потому что сегодняшняя есть культура более стилизованная, да? Лубок. Да, а это вот прям русская настоящая. Здорово. Давайте мы сейчас поговорим еще вот с нашим хореографом. Елена, как так хореография-то затесалась в фестиваль? Ну, я хочу сказать, что, наверное, самый древний вид культуры – это и есть танец. И вот настолько глубоко входит в человека танец, творчество, что вот это все действия, так скажем, да, они преобразуют человека. Они становятся, человек становится ярче, краше, ну, какие-то способности в себе такие творческие, ну, раскрывает. И сам танец, он издревле, да? То есть начнем говорить о том, что на скалах еще и рисунки были, и все танцевали. И вот каждый танец каждого народа, он привязан к корням своих предков. То есть вы хотите сказать, что будут кадрили улицами там у вас? Да. Серьезно? Будете учить? Будем учить. А как это будет происходить? А вот все, кто придет, всех и будем учить. Так, а что нужно для этого? Удобную одежду, удобную обувь? Как это пара себе? Пару нужно или пару можно там найти? Ну, пару найдем. Желание. Самое главное желание – приобщиться вот к тому творчеству, которое шло от наших предков, которое давало здоровье, радость. И вот это настроение, которое, ну, к сожалению, с нашими заботами, с нашими проблемами, все ушло куда-то. И на самом деле вот то цены, как танцуют дети, как танцуют подростки, да, это самая главная профилактика и нашего курения, и неправильного вредных привычек, и алкоголя – это не что иное, как вживание в роль той жизни, которая проигрывается. Танец – это же маленькая жизнь. Конечно, есть даже какие-то там танцы, как это, военные, когда мальчики показывают там свою удаль молодецкую. Что у вас будет в программе именно танцевальной? Ну, мальчики у нас будут показывать удаль, но, правда, это будут уже не мальчики, а мужи. Так, хорошо, запишем. Да. У нас, значит, в программе в танцевальной будет казачьи плясы с настоящими саблями, с настоящим оружием, будут настоящие хороводы. И вообще приглашены люди участвовать те, которые именно простые люди, понимаете, вот, ну, как-то не обученные специально. А вот именно от души, когда человек идет, вот у него от души, вот они собрались и вот пошли вот в этот пляс. И вот такие коллективы, они из глубинок, они будут приезжать к нам из глубинок и Самарской области, и России. И вот это очень ценно, потому что мы хотим вот объединить все творчество, ну, в направлении. Поэтому, ну, огромный потенциал людей вот вложен в это. И каждый человек должен проявиться, показать свои корни, свой быт, свою культуру. Ну, я вот знаю, что в программе также не только, да, танцы и выступления музыкантов, но еще косоплетение. Как найти суженого красным девицам и добрым молодцам мастер-класс, что ли, например? Да, мастер-класс. Серьезно, прям мастер-класс? Будут огромное количество. Все три дня будут мастер-классы. С утра, можно сказать, и до вечера. Разных специалистов. Все о Древней Руси будут рассказывать. Также концертное шоу, показ мод в русском стиле, в трех отделениях. Ярмарка народного творчества, русские игры, пляски, забавы, гадания. Ну, и мастер-класс, естественно, не только какие-то вот, как найти суженого, но и как сделать что-то своими руками, приготовить это, потом все с собой унести и дома оставить. А что-то еще, может быть, мы упустили? Еще принарядиться можно, как всегда, на ярмарке. Можно, будут павлопосадские платки, будет оренбургский пух, будут кожевенные изделия. Именно все в стиле. И поэтому можно даже будет использовать, несмотря на то, что мы современные люди в своем обиходе. И главное, что это все сделано с теплотой души. Это полезно, и это приятно, это забота о человеке, о душе. Еще большое количество натуральных тканей. Сейчас это тоже не всегда можно найти хорошего качества, хорошие натуральные ткани. То есть получается, в принципе, придешь вот 25-го и только 27-го уйдешь. И наешься, и нарадуешься, и напляшешься, и что-то смастеришь. Есть ли кто с детками приходит? Есть ли какая-то комната или что-то еще, куда, например, пристроить малыша? Да, для детей будут тоже специалисты именно по детским народным играм. Будут их учить именно детским играм, которые тоже сегодняшние дети, к сожалению, забыли. Ну, а может быть, есть, не знаю, ограничения какие-то? Кому не стоит туда идти? Кто, может быть, что-то там не поймет? Нет, ограничений нет. Ну, это то, что все люди, которые живут в России, даже не важно, какой они национальности, да, мы все, Россия, один народ, да, все приглашаются на этот фестиваль. У нас есть звонок, давайте принимать. Алло, здравствуйте, как вас зовут? Я зовут Николай. Очень приятно. У вас есть вопрос, я так понимаю, к нашему. Пожалуйста, где будет проходить фестиваль? А вы заинтересовались чем, Николай? Расскажите-ка нам. И здесь сама вся программа. Угу, понятно. Наверное, хороводы. И хороводы, и ваше сито, и детское питание. Понятно, спасибо. Ну, давайте, рассказывайте. Ну, пройдет это все в концертно-развлекательном центре «Звезда». Начало ярмарки будет 25 сентября, в 11 часов уже открытие, и будет работать до 8 вечера. Каждый день? Каждый день. Угу, то есть пятница, суббота и воскресенье. Любой из дней, я так понимаю, будет что-то повторяться или будет уникальное? Каждый день будет разный. В первый день ярмарка, мастер-классы и показ мод с танцами, да. А в субботу будет, опять же, ярмарка, мастер-классы и галлоконцерт. В течение 4 часов вот как раз все вот эти народные коллективы, более 30 коллективов, они вот будут показывать свое творчество. И те, кто придут, будут выбирать лучший коллектив, и, соответственно, потом будет вручение призов. Угу, здорово. Ну что, друзья, мы вас пригласили, я думаю, идти или не идти, такого вопроса не должно стоять. Если хотите потанцевать, берите, мне кажется, удобную обувь, там можно в гардеробе будет оставить переодеться. Если есть традиционная какая-нибудь, не знаю, рубаха или платье или что-то еще, берите с собой, тоже надевайте. Фотоаппараты детей, мужей, жен, в общем, будет весело. Спасибо вам большое, что пришли, что рассказали, но у нас впереди друзья. Будем учиться, и если получится, научимся невероятным волшебным каким-то трюкам, невероятным каким-то удивительным, ну, не знаю, жизненным историям, которые нам расскажет человек, который называет себя фокусником, магом и волшебником, иллюзионистом. Я думаю, я вас заинтриговала, как нельзя круче, поэтому держитесь через пару мгновений. И здесь, в нашей студии, такой человек появится. Не переключайтесь. Вязать. Я на данный момент занимаюсь вязанием, вяжу пинетки для маленьких деток от нуля до года. Как давно занимаетесь этим? Ну, что, со школы, то есть я в школе научилась, и на данный момент подрабатываю немного. Стричь. Ну, шьем иногда, когда время есть позволять. А что еще? А самая красивая вещь, которую сшили, есть? Что это? Ну, это платье, наверное. Ну, такое домашнее. Костюмы! Костюмы. Все, умею. Умею вязать крючком, спицами. Что еще я умею? Шиете, кулинария? Нет, не шью, но готовить иногда люблю, иногда нравится. Я все умею делать, даже многое из того, что делают мужчины. Скажите поподробнее, пожалуйста. Ну, например, что бы вы хотели, чтобы я сделала? Молотком умею работать, дрелью умею работать, отверткой умею работать. А рукоделие подвластно вам? И шить могу, и вязать могу, и готовить могу, еще что-нибудь. Ну что ж, все мы верим в чудеса, и очень здорово, когда эти чудеса на наших глазах сбываются. И здорово, когда есть люди в наше время, не только там в давние-давние времена, которые умеют творить волшебство своими руками. В нашей студии вот такой человек Николай Усов, фокусник, иллюзионист. Николай, здравствуйте. Добрый день. Пришел без цилиндра, но с кроликом. Знакомьте, кто это? Это, я понимаю, ваш цередущий. Это мой главный ассистент. Ассистент. Да, кролик Аркаша, главная звезда. Его очень любят все зрители. Вот. Я его пришел просто показать. То есть сегодня кролик танцевать не будет? Нет, он у меня в принципе не танцует, он у меня появляется волшебным образом. Причем не как у всех, просто из цилиндра. Я придумал оригинальную подачу, но это... А приходит сам? Ну да, он меня достает. Привет, Аркадий. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. И верите ли вы в чудеса, если да? Расскажите, какие, может быть, чудеса случались в вашей жизни. Ну, а мы сегодня будем общаться с настоящим фокусником, иллюзионистом. Выясним, как он дошел до жизни, до такой, как решил, в общем-то, удивлять всех и вся. Ну, и для вас, наверное, может быть, сложный вопрос. Мы разыгрываем пригласительные билеты в кино, в киномечту. Давайте посмотрим на экран. Для вас мы загадали один из фильмов, тоже посвященный теме фокусов и фокусников. Если знаете, Николай, не подсказывайте, смотрели этот фильм? Конечно, конечно, смотрели. Ну, если вы знаете, друзья, 202-11-22. Николай, ну, рассказывайте о себе. Кто вы, кроме того, что вы фокусник и иллюзионист? Ну, еще я учился на дизайне. Так. Вот, но с 9 лет я занялся фокусами. С 9 лет? Да, с 9 лет. То есть прям всю жизнь практически? Ну, да, мне сейчас 26, с 9 лет. Ну, и, наверное, как и многие... А как так случилось? Кто повлиял? Как и для многих, то есть все поколение фокусников, которые сейчас есть в моем возрасте, примерно, мне кажется, на всех повлиял один и тот же человек, это Дэвид Копперфильд. Это вы тоже карты вот так в телевизор выкладывали, да? То есть он какие-то фокусы показывал там. С этого все началось? Да, все, то есть когда началось, мне было 9 лет, и меня это так заворожило, я решил тоже этим заняться. Но тогда же не было интернет, тогда не было вот какого-то доступа к большой массовой информации. Вот как вы сработали в этот момент? Ну, мне кажется, если что-то сильно полюбишь, то обязательно найдешь... Книжи-книжи? Да, я покупал книжки, читал по книжкам, много тренировался, показывал там в школе представления какие-то, ну и еще маленькие уже, дома родителям и сестре. Вот, примерно вот так у меня все получилось. А у вас случилось, что вы решили после дизайна-то, вернее, вот даже параллельно с этим, связать свою жизнь с тем, что вы вот выступаете, дарите людям волшебные какие-то мгновения? Ну, вообще я хотел учиться на цирковом училище. А, на фокусников учат. На артиста оригинального жанра. Но не захотел переезжать в Москву, решил остаться в Самаре, так как люблю этот город. И решил своими силами добиться того, чего добился. Вопрос, вытаскиваете ли вы откуда-нибудь что-нибудь? Есть ли у вас сегодня с собой что-нибудь? У меня с собой есть карта. Давайте карты, карта, это же наша любимая. Мы что-то будем показывать? Да, давайте я вам покажу что-то. Как многие люди думают, что фокусы это ловкость рук. Я сейчас вам докажу обратное, что на самом деле... А, давайте мы тут подвинем, друзья мои. Смотрите, что происходит. Это самая обычная колода. Да, ну нет, наверное. Обычная? Да, можете посмотреть даже. Друзья, напомню, пока я держу и практически тут, как чутирлиц по диагонали, все карты проверяю. 202-11-22, телефон прямого эфира. Встречались ли вы когда-нибудь вообще с фокусниками? Может быть, что-то есть интересное вам рассказать? Звоните. 202-11-22. Ну и не забывайте, что у нас проходит конкурс. Мы отгадываем, из какого фильма кадр. Если знаете, звоните. 202-11-22. В карты-то как бы играете или только карты используете в рабочих целях? Оф, только в рабочих. Так. Я стараюсь не играть, да и со мной не садится никто играет. Вот как значит. Ну что мы покажем сейчас нашим зрителям? Ну давайте, просто скажите стоп в любой момент. Стоп. Здесь? Да. Я сниму, возьмите карту. Так. Покажите в экран. А вы закроете глаза? Я закрою глаза. Я показываю. Все запомнили ее, видно очень хорошо, я надеюсь. Ну все, так. А Аркадий не подсказывает обычно в такие моменты? Вы меня почти раскусили. А для того, чтобы определить вашу карту, у меня есть еще одна колода. Сейчас я ее достану. Так смотрите, такая же колода, только с красными рубашками, видите? Самая обычная колода, и все карты в ней разные. Так. Смотрите, что я сейчас сделаю. Вы положите карту вот сюда. Хорошо, кладем. Угу. Итак, смотрите, я возьму монеточку. Я вам дам монетку, и попробуйте сейчас энергией просто в монету передать свою карту, которую вы выбрали. Угу. Думайте пока что о своей карте. Я сделаю последнее приготовление. Вот так вот тут, на глазах у всех практически. А это какая-то, что это? Это бумажечка. Бумажечка? Она нам пригодится. Итак, смотрите. Сейчас я возьму бумажечку и положу на колоду. Давайте монеточку, смотрите. Два рубля, кстати. Два рубля. Сейчас мы сейчас все это зажжем, да? Естественно. А, я угадала. Так. Вы угадали. Надо показать нашим зрителям мои большие глаза, так. Смотрите, монетка. И получилась дырка, да. Да, видите, прожгла пол колоди. Это не иллюзия, здесь на самом деле дырка. Дырка, дырка. Колода горячая. Дайте, я покажу. Потрогать. Да, друзья, если вы видите сейчас мой глаз, вот, да, держите. Теперь не хочу прикасаться. Монета становилась на одной карте. Так. Можете убрать монетку. А, то есть мне горячее можно трогать, да? А переверните карту, которую выбрали. Вот она, да. Покажите карту, которую выбрала монетка. Да, все совпадает, друзья. Идеальное совпадение, да? Идеальное совпадение. Идеальная иллюзия. Обман. Я не знаю, как это назвать. Аркадий куда-то делся. 202-11-22. У нас есть звонок. Давайте принимать. Алло. Алло. Как вас зовут? Здравствуйте. Здравствуйте. Это Альбер. Эльвира, очень приятно. Эльвира, верите ли вы магам, волшебникам, иллюзионистам, фокусникам? Да, верю. Как вы думаете, какие это люди? Ну, я думаю, это веселые, экстравагантные люди, с чувством юмора, возможно, с большим таким широким воображением. И психологи, наверное, немножко. Ага. Ну, у вас есть, может быть, какой-то вопрос нашему гостю? Вот что всегда хотели спросить у фокусника, но не было возможности? Ну, вот, например, был какой-то фокус, который им всегда нравился, они его видели у других иллюзионистов, и вот они, например, хотели его сами воплотить в жизнь. Как им это удавалось? Они как-то сами доходили до этого или просто спрашивали напрямую у человека, который, собственно, и делал фокус? С сывороткой правды, да, и пистолетом. Спасибо за вопрос, но если вы готовы ответить на мой вопрос, давайте это сделаем прямо сейчас. Что же за фильмы загадали? Волшебник Транов? Ну, практически. Оз, великий и ужасный, так звучит этот фильм. Отправляйтесь в кино, спасибо большое. Ну, вот такой вопрос. Вот вы увидели у какого-нибудь фокусника фокус невероятный. И решила бы повторить. Ну, во-первых, когда занимается человек долго фокусами, у него развивается логика фокуса. То есть для обычного человека, когда что-то делает фокусник, ему это, естественно, непонятно. Но человеку, который этим давно занимается, он, в принципе, сразу все понимает. То есть вы практически друг для друга неинтересны или интересны? Ну, для этого есть фестивали специальных фокусников в России. Обмен премудростями и прекрасностями. Да, к нам приезжают профессионалы из Аргентины, из Америки, из Кореи. То есть они готовы делиться своими секретами? Да, они устраивают семинары, это все очень круто, собирается много народа и все делятся опытом. Как правило, есть фокусники, которые придумывают фокусы именно не для зрителей, а для фокусников, чтобы удивить фокусника. Что, в принципе, практически невозможно, мне кажется. То есть меряются, так скажем, своим волшебством? Да, кто что может. Понятно. Друзья, 202, 11, 22, если есть какой-то вопрос у вас к фокуснику, смело можете его задавать прямо сейчас, в прямом эфире. Вдруг какой-то фокус вам интересен. Почему нет? Давайте будем сейчас этим и заниматься. Может быть, кто-то захочет сейчас в прямом эфире какой-то, я не знаю, если Николай нам позволит, с вами поиграть. Если есть добровольцы, мы же можем с картами что-нибудь еще сделать интересное? Да, помимо того, что я делаю, я могу еще гипнотизировать людей даже через телевизор. Друзья, если вы хотите сейчас немножко быть загипнотизированным, звоните, 202, 11, 22. А как вы вот так пришли к животным-то? Есть ли, может быть, кто-то еще в подмастерьях, в ассистентах? Ну, пока что нет, но планируется голуби. Распиливаете кого-нибудь? Есть ли прекрасная девушка, которая пополам режется? Нет, пока что ни того не режем. Есть, илезион у меня есть. Есть большие и крупные. То есть это и шкаф, откуда может появиться человек с пустого шкафа. Это что-то в таком роде. А скучно жить вообще вот в обычной жизни после того, как выступаете? Все так обычно или нет? Чем вот душу отводите? Я не знаю, может быть, книжки читаете, на велике катаете? Ну, я, как правило, тренируюсь в свободное время. То есть и постоянно, и днем, и вечером? Да, плюс я еще хожу в школу телевидения Санкт-Петербургскую. Вот поэтому времени-то у меня особо и нет, расслабляться. Плюс работы много. Всюду у нас Аркадий, да, пытается окопаться в наших диванах. Ну, а вообще вот с детками, например, если общаться, сложно или все-таки со взрослыми попроще? Как вот здесь? Как дети? Ведь детей нельзя обмануть, они же самые такие хитрые зрители. Обмануть можно всех, все зависит от подачи. Как правило, с детьми надо, ну, вести себя там весело, улыбаться с ними всегда. В принципе, как со взрослыми. Ну, с детьми еще есть большие плюсы, то, что ты их чему-то обучаешь в процессе. Вот, чтобы, как говорили до этого, люди не застревали, дети маленькие, в айпадах, в телефонах, а чем-то занимались еще помимо этого. Ну, дается это? Да, вот после выступления некоторые ребята добавляются в соцсетях и спрашивают. Особо пытливые такие, да? Да, пытаются вот спрашивать там, как научить меня, научить. Девчонками, чтобы знакомиться. Ну, можно и так сказать. Вопрос, друзья, к вам, если вдруг желаете испытать на себя, может, что-нибудь еще покажем? Давайте что-нибудь еще покажем. Ну, давайте, раз у нас прямой эфир, я, в принципе, сразу могу всех загипнотизировать. Сеанс единовременного гипноза. Что нужно для этого сделать? Для этого ничего не нужно делать, я вам расскажу немного о гипнозе. У них есть шесть принципов, шесть. И гипнотизер всегда рассказывает в процессе про эти шесть принципов, и человек все это очень внимательно слушает и принимает близко к сердцу, всегда. Например, шесть принципов, вы должны их принять близко к сердцу. Он уже начинает. Можно взять самый обычный инструмент, это будет колода карт. Вы смотрите внимательно, друзья, смотрите. Я сейчас вам покажу карту. Итак, сейчас смотрите, я пролистываю, в любое место ткните, куда захочетесь. В смысле, в карту или в вас? В карту. Так. Здесь, да? Возьмите эту карту. Возьмите. Скажите, вот экран, я отвернусь. Кладите обратно. Я сразу накрываю колодой. И смотрите, что такое гипноз? Вы уже, в принципе, в гипнозе, потому что ваша карта лежит в середине. Но если я возьму верхнюю карту и покажу ее вам, вам покажется, что вы видите свою карту. Так. Она, да? Угу. Но это вам только кажется. Это кажущиеся изображения. Да, а можно попросить вас, снимите колоду в любом месте? Снимаем колоду в любом месте. Угу. Возьмите карту, где вы сняли. Так. И посмотрите, что это за карта. То есть я должна ее... так. Покажите, что это за карта. Это наша карта. Опять она, положите обратно. Сумасная. Там вся карта, да, из этой карты? Нет. Вся колода, точнее. Так, смотрите внимательно. С Аркадьевными так косится странным взглядом. Друзья, 202-11-22, телефон прямого эфира. А теперь внимание, это сейчас будет массовый гипноз. Смотрите на колоду. Массовый гипноз. Видно ли было нашим зрителям это, что там показывают мультики? Так. Теперь я щелкну пальцами, и вы все выйдете из гипноза. Смотрите. Угу. На самом деле, если посмотреть в эту колоду, здесь нет ни единой шестерки червей. Все карты просто обычные, разные. Хорошо. Вот. Пойду писать заявление на отпуск. Друзья, если вдруг желаете в прямом эфире испытать что-то, то, что испытали мы, звоните 202-11-22. Ну, век живи, век учись. Я так понимаю, что мастер-классы аргентинских и американских каких-то фокусников, это понятно. Ну, а если кто-то, ну, кумир, может быть, на кого равняетесь? Какой фокус хотите повторить, но пока бьетесь, бьетесь, перебили там кучу вещей, посуды, людей, кроликов, но не получается? Ну, у меня любимый фокусник это Лэнс Бартон, американский фокусник. И у него есть очень красивая манипуляция со свечками и с голубями. Вот, поэтому я сейчас планирую приобрести голубей и, собственно, попытаться повторить его номер. То есть, я так понимаю, что все голуби и животные живут у вас? Ну, да, естественно. У вас большой красивый дом, где все это помещается. Ну, действительно, декораций много, да? Ну, да, но, как правило, все это... Сейчас я работаю с одной организацией, и все это находится в мастерской. Мастерская мероприятия, большие события. Вот, у нас там есть склад хороший, и, в принципе, все там хранится сейчас. Угу. Теперь. Друзья, 202, 1,22, мы продолжаем наш вот такой вот прямой эфир с фокусами и какими-то удивительными манипуляциями, гипнозом, кроликом и, собственно, настоящим фокусником, иллюзионистом. Всю жизнь ли будете этим заниматься, Николай? Ну, да, конечно. Конечно. Вот, когда даже будете на пенсии, будете старым фокусником, показывающим. Вот так трясущимися ручками. А есть ли действительно такие вот взрослые фокусники сейчас? Да, есть фокусники, которым лет по 60, и они очень хорошо выступают даже. Угу. А самый, может быть, такой главный миф, который думают все люди, про фокусников? Вот, что вы веселые и такие вот с чувством юмора. Это так? Да. Психологи. Это нужно? Да, это тоже нужно. Это все везде. Это ораторское мастерство тоже нужно знать. Вот. Ну, самая, мне кажется, большая ошибка – это то, что люди думают, что мы обманщики. Мы не обманщики, мы просто дарим радость. Нет, мы дарим радость. Это ловко и строго, да? Да, обманщики, они, как правило, вас обманут и не скажут вам об этом. А то есть вы честные? Да, мы просто приходим, удивляем людей. Действительно. То есть получается… А бывало так, что, допустим, на публике не получался фокус? И что делать в такие моменты? Сделать вид, что так и надо? Да, когда какая-то деталь может не получиться, то, естественно, делаешь вид, что так и надо. Ну, в принципе, если ты фокусник опытный, то обыграешь, это, конечно, хорошо. У меня, слава богу, таких конфузов практически не бывает. А если и бывает, что что-то не получается, я всегда хорошо выкручиваюсь. Ну, я так понимаю, что… А Аркадий давно с вами уже существует? Аркадий нет, вот недавно он только у меня появился. А как вообще вот относится он к публике, к тому, что его используют практически в корыстных целях? Ну, он уже, мне кажется, полюбил публику, потому что публика полюбила его. Его всегда после выступления все с ним фотографируются, его очень любят. И всегда ему аплодируют даже больше, чем мне. Я вот уже спрашивала у Николая, что кролик должен быть белый с длинными ушами. Почему у вас рыжий и маленький? Ну, во-первых, я уже говорил, что у меня фокус с кроликом непростой, с оригинальной подачей. И поэтому и кролик оригинального цвета. Непростой кролик. Да. С непростой судьбой. Судьба артиста, она такая. 202-1-22-22. Друзья, ну, мы попытаемся кого-нибудь из вас вывести в эфир, чтобы… Ну, не то чтобы загипнотизировать, но хотя бы, может быть, попытаться еще показать какой-нибудь интересный момент, интересный фокус. Если вы, собственно, такой вот человек, который выдвинулся и не боитесь рискнуть в прямом эфире у всех, на глазах, ну, по телефону, звоните. 202-1-12-22. Ну, и также вопрос нашему фокуснику сегодня, лизионисту, можно задавать, не стесняйтесь. Ждем ваших звонков. Ну, а вот обучить кого-то фокусом можно? Это вообще, как бы, ну, сложно? Или все-таки нужен дар, талант какой-то? Ну, талант, мне кажется, здесь необходим, поэтому, если он есть, то все равно одним талантом тут не оделаешь. Тут надо по много часов в день все-таки тренироваться. Ну, для начала, как правило, тренировать пальчики, руки, моторику развивать. А спортом надо заниматься при этом? Если хотите. Ну, я не знаю, как-то в форме себя держать. Нет, это не обязательно. Единственная форма, мне кажется, это, ну, чтобы всегда быть на позитиве. Чтобы всегда улыбаться, всегда разговаривать хорошо, всегда вот как-то это. А спорт, мне кажется, нет. А вот образ, который у нас рисуется у всех, это черный плащ, цилиндр, я не знаю, какие-то флажки или шарфики из рукава. Как вот тут быть с образом? У вас какой образ? Ну, это все классика, и сейчас, как правило, все-таки переделываются под новые стили, некоторые фокусники. Как я, у меня немножко своя подача, немного свой жанр. Вот стараюсь я стеснить. Поэтому я не выступаю в цилиндре, как я уже говорил. А хотелось бы? Ну, наверное, когда-нибудь я попробую все-таки это сделать. Лет 60, да? Понятно. Ну, а вот, допустим, вы выступаете на разных мероприятиях, там, и вечеринках, и свадьбах, и днях рождениях. Бывают ли взрослые, которые подходят и говорят, слышь, человек, вот мне кажется, ты нас где-то обманул. Вот негатив какой-то бывает. Вот как с ним бороться, и, может быть, как сейчас людям на весь мир практически объяснить, как реагировать на фокусника, если тебя вот так вот, ну, не то чтобы обшутили, но так вот с тобой поступили, интересно, обманули чуть-чуть. Такие люди попадаются, конечно, но, как правило... Иммунитет выработался уже какой-то. Да, иммунитет, и, в принципе, как бороться с такими людьми, я думаю, все фокусники знают. Поэтому никаких конфузов не происходит на этом. А просят ли секреты рассказать какие-то свои? Да, многие просят. Ну, и как тут? Нет, конечно, не рассказывайте, потому что ни один профессиональный фокусник этому не расскажет ни одного секрета, потому что это главное правило. Но было ли так, что вы сами какой-то фокус изобрели, и вот он ваш личный? Да, у меня есть в арсенале для выступления один трюк, который изобрел я лично. А с чем он связан? Он связан с чтением мыслей. Чтением мыслей? А почему мы не читаем мысли сегодня в эфире? Это в другой раз уже. Ну, а вы сами верите в чудеса, вот, и обладая такими способностями и знаниями? Бывали ли чудеса в вашей жизни какие-то? Что вот для вас может быть чудо? Ну, немножко, мне кажется, все-таки верю. Верите? Немножко, да. А в судьбу? В судьбу... И в чудо? Нет, мне кажется, все-таки в судьбу я не верю, скорее всего. Потому что, мне кажется, все-таки все от нас зависит. Ну что ж, вот, собственно, действительно, хорошая фраза, все зависит от нас, надо верить в чудеса. Если вы верите в чудеса, то, в общем-то, встретив на улице человека с кроликом, поймете, что это, может быть, начинающий фокусник, а может быть, человек, который, ну, не просто так вам попался в этой жизни. Спасибо большое, Николай, Аркадий, тебе отдельное спасибо, вам, друзья, спасибо, что были с нами, всего доброго, до свидания.